Не так давно мы отметили Всемирный день радио, но мне кажется, не до конца мы его отметили. Не до конца. Не раскрыли тему. Продолжим эту беседу с нашими гостями сегодня. В студии Михаил Кириллов и Алина Маслова у нас в гостях вновь Станислав Чибриков и Дарья Макарова. Здравствуйте, радиоведущие. Привет. Вы нас отпустите? Мы сначала все поговорим, все обсудим, потом отпустим. Друзья, скажите, пожалуйста, вот вы работаете в паре, я правильно понимаю? Когда как? Иногда как? И вместе раздевает. Бывало ли такое, что вот вы прям приходите, вот как вот мы с Михаилом, и притираетесь друг к другу? Прям вот иногда. Мне кажется, что у нас с Астасом все было с первого дня. Мы записали пилотную версию, что бывает. Мы записали пилотную версию, плотную пилотную версию. И как-то не знаю, вот я первый раз увидел Макарову, она первый раз увидела меня, и все нормально. Ха-ха. Пошутили сразу. Неужели у тебя не было такого, что ну ты-то уже опытный радиоведущий? Так ну и она, несмотря на свой юный возраст. У меня опыта больше, даже в силу того, что ты старше элементарно. Не было такого, что она такая, ты пришла девчонка, сейчас побудет и потом уйдет. Нет, нет, абсолютно. Я работала на радио, уже Стас пришел после меня. Я-то пришел на ту станцию, где она-то. А-а-а-а. То есть у вас дедовщина в другую сторону? Угу. Бабовщина такая. Нет, абсолютно не было никакого там ощущения, вот знаете, Дашенька, я все-таки, я немножко постарше, поэтому ступите мне. Нет, такого не было. Не знаю, как вообще никакого не было дискомфорта. Вот мы с Макаровой, когда сели в эфир, там, первый эфир, второй наш совместный, мы с ней какие-то мероприятия внеэфирной вместе вели. Мне абсолютно комфортно с этим человеком. Смотрите, есть все-таки, вот у нас, например, у телеведущих, мы вот не можем, например, не могу сказать, так, Миша, замолчи, пожалуйста, можно сейчас я скажу? Потому что все это увидят. А у вас, вы же можете... Ай, хоть только что-то, частенько. Я просто показала, о чем я мечтаю. Ты замучай. Все, все, молчи. А вот как у вас, когда вы понимаете, что, например, вот зреет мысль, нужно срочно сказать? Ну, вот так можно сделать. Сейчас я вам говорю. Вот в этом ваш большой плюс в вашей профессии. У нас тоже можно. Можно я? Ну да. Сейчас я вам. Либо, наоборот, я могу показать, что это значит, мне нечего сказать по этому макару. Мне неинтересно. Нет, мне неинтересно, то есть я не знаю, что сказать по этой теме. Да сколько раз было такое, что нужно дозвониться победителю, что-то там ему сказать в эфире, и в это время делаю я звонок, Стас что-то говорит, я выбегаю из студии, потому что я не могу за эфиром говорить в студии, микрофоны все поймают. Вот такая взаимовыручка. Нет, понимать главное друг друга с помощью. Поскольку вы люди публичные, и особенно публичен ваш голос, очень интересно, когда вы приходите, например, на ваш эфир, но вдруг вы больные, что-то случилось у вас там или у родных, плохое настроение. Как вы бодрите себя для того, чтобы слушатель этого никак не осознал? Если ты про это не отрезаешь всегда. Абсолютно. Ну, не совсем. Радио ведущие не имеют права показывать свои личные эмоции. То есть вот отличие радио ведущих от телеведущих. Ты знаешь, ну, к сожалению, вот это, как сказать, ну, наверное, один из минусов нашей профессии, что у нас не может быть плохого настроения. Потому что, в принципе, человеку, слушателю, который едет после работы домой, может, у него тоже не самое хорошее настроение, да ему все равно, что у этого человека. Да, согласись, у нас и не бывает плохого настроения. Да, не бывает, да. О чем мы говорим? Ну, а как вы разгоняетесь как-то перед этим? Я не понимаю. Нажимаю. Может быть, все-таки уже нажимаем? Немножко скандальчика хочется, да. Да нет, нет каких-то там секретов, что я захожу, я там должен 10 раз отжаться, там, Макарова должна посмотреть, как я отжимаюсь. Нет, такого нет, я, ну, у меня нет, я пришел. Глаза открываются утром, сразу понимаешь, что вот все, движуха, надо что-то делать, говорить, все круто, бодр. Переворачивайся на другой бок, закончили дальше. Я пришел, поздоровался с коллегами, попил, несмотря на то, что нельзя кофе пить, попил кофе и все. Вот, вот он скандал. Вот он скандал, чебельковки едут кофе. Да, то есть такого не бывает, всегда хорошее настроение. Ну, мы вдохновляемся в эфире. Наверное, это и должно быть качество телеведущего. Ой, телеведущего. Радиоведущего, базовое, то есть если у тебя бывает периодически какое-то настроение плохо... Нет, у нас не должно там зашкаливать, естественно. То есть мы не должны производить впечатление какого-то не совсем психически нормального человека, который просто в диком восторге, потому что он в восторге. Ну, мы же тоже адекватные люди. Да, мы жизнерадостные в эфире, но без вот, без того, что я в лотерею выиграл миллиард. Ну, нормальные тоже адекватные люди, у которых просто всегда хорошее настроение. А какие еще качества у радиоведущих должен быть? Ну, такие вот базовые, ну, кроме хорошего настроения. Кругозор широкий. У меня не быстро искать информацию, редактировать и адаптировать. Ну, как кругозор широкий? То есть вы каждый раз перед эфиром открываете какой-нибудь новостной портал и... И не один. И гуглите, что там интересного нового в мире разошло? Надо быть... А, поэтому... У меня примерно 5 часов в день уходит на то, чтобы прочитать все новости в мире, которые... Она медленно читает просто. Я в России намного... Но есть у каждого... Не то только по заголовку. Стас успеет прочитать, пока доедет, он еще и в сторис все расскажет. Я знаю. Да, да. Есть такой грешок. Кругозор, так. Ну, по поводу того, надо ли разбираться в музыке, которая звучит на радио, я думаю, не обязательно. Слушайте, ну вот почему никто из вас не называет самое важное – харизму? Ведь, понимаете, бывает... Да, мы стесняемся. Бывают люди. Не существует харизмы, есть профессионализм и работа. Чтобы что-то сделать, нужно работать над собой. А пока ждешь вдохновение, оно может и не прийти никогда. Ну, то есть, понимаете, есть, конечно, люди... Вот, например, Михаил тоже же читает новостные порталы, да? Вот он веселый парень, симпатичный. Ты для него сейчас что-то новое скажешь. Ну, вот как вот он? Он может стать радиоведущим? Вот посмотрите, как это вы думаете? А, надо слушать голос на записи. Так, он разговаривал уже очень много, мы второй день говорим. Но он в записи немного другой. В эфире надо слушать голос. Миш, ты хочешь быть радиоведущим? Да! Все, ты принят. Спасибо! Кто-то сейчас уволен. Кто-то уволен. И весь секрет радиоведущего. Ну, радиоведущий не может, в принципе, нравиться всем. Но все равно я уверен, что кто-то там услышал Дашин голос чаще, мой реже. Подожди, Стас, тебе хоть раз кто-нибудь из слушателей, из твоих писал какие-нибудь гневные сообщения? Да ты, да ты вообще еще попалочный. Да ты вообще, где такого взяли? Какого вообще? Кто это? Все, по твоему вопросу тебе писали. Естественно, всем писали. Тебе еще не писали? Нет, нет. Сейчас все впереди, малыш, не переживай. Нет, подожди, Миша сам себе пишет вот это. Хвалебные, хвалебные. Спасибо за выслушку. Свой колокол. И вот в подъезде, Миша, я тебя люблю. В Стасовском. Ну и как, писали? Слушай, ну, сюда я не могу вспомнить, что мне прям писали, фу, какая дрянь. Уберите. Это Даша. Кроме того момента, когда я писала. Ну, не было такого, да? Честно, я не помню. Может быть, просто там люди настолько не хотели слушать, что даже не помнили, как меня зовут от Бегаля. Ну, либо просто всем нравится. Ну, либо да, я все-таки надеюсь. Ну, расскажи байку о том, как радиоведущий узнал, как к нему на самом деле относятся. Да, забавно. Человеку необходимо было это радиоведущий, я его знаю хорошо. Опять же, без фамилии, он себя узнает. Ему необходимо было куда-то вечером отъехать по делам. И он записал часовую программу, сделал ее в записи. Ну, такое, в принципе, не приветствуется, да, но он это сделал. И вызвал такси, то есть в эфире идет программа с его голосом. Он садится в такси, таксист едет и начинает делиться с парнем, которого подвозят, не зная, что голос его звучит сейчас в колонках, из разряда, что, ну, такси на своем таксистском языке. В соответствующих выражениях там, что за дебил, как вообще пускают таких, ну, ты послушай, парень, ну, это же полная дрянь, он вообще соображается. Это, я рядом сижу, говорит, киваю, но боюсь, открутить рот и что-то сказать, потому что он узнает и занулся. Да, это ты, это убить демона. А у тебя было, чтобы вот прям Макарова прочь из эфира? Нет, такого не было, ну, вот прям гнева. Было такое, что слушатели меня исправляли и поправляли в каких-то моментах, когда я, например... Во время эфира прям? Да, да, писали в WhatsApp, например, на самом деле. В WhatsApp? А зачем ты всем слушателям раздаешь, что это? У нас есть эфирный WhatsApp, и они говорят, нет, на самом деле там, это случилось не в таком году, например, а в другом. Ну, я вот ошиблась. То есть ты думал, что Макарова ходит в дверь? Друзья, какие-то замечания по поводу моей дикции? Записывайте. Принимаются ваши замечания, поздравления, вот мой был WhatsApp. Отправь из эмэс со словом Даного, номер 4640. Скажите, пожалуйста, для вас профессия радиоведущего – это единственная профессия или вы где-то еще работаете? А Стас? Скажем так. Стас-то мы знаем, где. Для нас самое главное – это работать на радио, потому что это прям вот стиль жизни. Ну, и что-то другое тоже, конечно, имеется. Я, например, преподаю технику речи. Вот. Мне кажется, что это неразрывно связано. Причем человек профессионально преподавать можно, потому что по образованию он и педагог, собственно. Даже так. Вот теперь мы знаем, что… Мама, мама, я малюнка. Да, я схожу с ума. Причем открой ему тайну, это не единственное упражнение. Ты вообще не из этой темы. От него только нос растет, видишь, он по-моему. Вот, Дарья, кажется, преподаватель. Так. И все, да? А ты? А ты, Стас? Я телерадиоведущий. Так. Уважаемые коллеги, по образованию мы сейчас кто? Ну, давай, скажи. Ну, я странное образование, никогда не видел объявления, требуется артист эстрады, но я артист эстрады. То есть ты еще и прям хорошо и поешь? Артист эстрады? Давай скажем просто, я артист эстрады, без уточнения. Ты, наверное, и танцуешь тогда. Человек, который может, на эстраде все. Дайте ему эстраду. Я захожу в театральный институт, вот у меня в моем документе о высшем образовании написано артист эстрады. Так, а пробовал? Нет. Почему? Я не знаю, не мое. То есть ты понял, как во время обучения или после? Да, я где-то сразу догадывался, но сложно справиться с соблазном учиться там, где нет физики, нет химии, нет алгебрии. Ну, я пошел в ПТУ. Ты? Да. Нормально, справился. Ты на эстраду, я в ПТУ. Ну, друзья, а кто еще куда пошел, узнаем после небольшого информационного блока. Продолжаем раскрывать тайны радиоведущих. В гостях у нас Сас Чибриков и Дарья Макарова. Сас, как сам. Нормально, он любит. Нормально. Сас Чибриков и Дарья Макарова. Хорошо, хорошо, мы продолжаем. Давай, Миша, твой вопрос. Да, спасибо. А у нас всегда Алина предоставляет слово себе и мне. Какое самое, что самое сложное в вашем офисе? Ничего. Ничего. Неправда, за эфиром она сказала не так. Да, она вообще наговорила много чего. Я люблю. Она говорила на три увольнения. Нет, ну, тяжелое, я не знаю, насколько тяжело или нет, но мы уже про это говорили, быть в хорошем настроении, в позитиве. Ну, это, бывают моменты, когда… Не хочется. Ну, когда не то, что даже не можется, когда… Ну, то есть, мы живые люди со своими проблемами, когда действительно вне эфира тебя, там, не знаю, трясет от злости, там, и… Привет, эй, вот это… Страшнее, когда понос во время эфира? Не знаю. Или, например, отсутствие голоса. Дастас, нет, не голоса. А, то есть у кого-то? У каждого радиоведущего, я думаю, такое голос. Не, подожди, ну, ты про понос сказал? Ну, не про понос. Она про… Одновременно… И понос, и больное горло, когда, например, нет голоса. Одновременно. Да, это, конечно, жесть, мне кажется, это самое сложное. Ну, радиоведущего не может не быть голосом. Да вы какой-то робот, слушайте, судя по вашим словам, радиоведущий – это робот. Первый биоробот. У него не бывает поноса, плохого настроения, понимаешь? Алина, почему человек обязательный? Мы просто покупаем свежий продукт, секрет любого радиоведущего. Не секрет, хорошо. Ну, по поводу нет голоса, то, конечно, если у меня нет голоса, я постараюсь поменяться с тем. А если тебе некому заменить? У тебя было такое, что ты выходишь и прям хрипишь? Да, вот это… У меня было. Да. Ну и классное звучание. Ну, как классно? Ну, люди же все понимают. На себе нужен один же гурда. Все, когда вот выходишь. Просто я в детстве, когда, ну, кто-то хотел, наверное, там, у высших каких-то сил просил, я хочу быть богатым, да, он стал богатым. У нас дома всегда звучали песни Владимира Семеновича Высоцкого. Мне очень нравился этот голос. Ну, ничего, я маленький, хожу, меня писклял. А вот тут такой сильный вот этот голос, и я прямо, ой, ну, как бы мне так, ну, как я хочу голос. Почему я не просил стать миллионером, я не знаю, сбылась мечта, у меня вот теперь такой сильный, хриплый голос. Все, единственная мечта детства сбылась. Ну, тебя хоть сбылась, я мечтал стать богатым, не получилось. Нет, мечтай про голос тоже. Ну, давайте все-таки к нашему вопросу. Давайте. Какие сложности еще? Сложности. То есть, я просто хочу вытащить из вас самое главное, что на самом деле, дорогие наши друзья, уважаемые зрители, нет денег в профессии радиоведущего. Да, да. Вы бедняки, и это правда. Но мы очень гордые и веселые бедняки. И веселые бедняки, да. Мы, наверное, суважившись. Михаил сразу, он за время сегодняшней программы уже как бы и морально устроился на работу, но вот сейчас только что он устроился с радио только что. Я первый радиоведущий, который без эфира устроился, уводился. Для меня, честно говоря, когда я приехал в Россию, для меня главным шоком, все-таки, когда я работал на радио за границей, главный человек на радио там был ведущий. И для меня это, я считал тогда это нормально, и я сейчас считаю, что это нормально, потому что мы тот самый продукт, который, в принципе, продается. В России на это, по всей России, на это другой взгляд. Главный человек на радио – это коммерсант, который продает рекламу. А ведущий, как бы, ну, побочный. Подстроился, если что? Да, ну, кто-то. Ну, нет, не нравится, другого возьмем. Это неправильно, конечно, подход, но селевит. С другой стороны, что такое радио? Это та площадка, с которой ты можешь заявить о себе как ведущим, и, пожалуйста, у тебя корпоративный и так далее. Это во-вторых. В-третьих, вот я только что это сделал. Правильно, правильно. Правильно, правильно. Преподаватель по речи. Педагог речи. И потом, опять же, ну, на радио мы не с утра до ночи, да, то есть это не то, что мы в 9 утра пришли. Свободный какой-то край. Да, и до 7 вечера, в принципе, ну, не так много времени занимает там. Ну, там 2-3 часа. 3 часа. Поэтому можно и по нищей слове. Самое интересное, знаете что, что, например, артист, когда выходит на сцену, он видит какую-то отдачу от зрителя и хапает себе эту энергию. А вот радиоведущие что, сидите в студии? Нам ватсап всегда писали. Ватсап сейчас пишут, да. Она вот по-прежнему, да, Ряна, между прочим, во время нашего эфира постоянно поглядет в телефон и написали ей ватсап что-нибудь интересное. Чтобы оттуда хотя бы кучу-какую энергию. Все ли она нормально говорит? Да, 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 как я выгляжу? Опять про год. Рабочий ли я стороной к камере? Ну хорошо, ватсап ватсапом, но в тот момент, когда ты ведущая, ты говоришь что-то в микрофон, никакого ватсапа нет. Откуда брать? Мы представляем собирательный образ нашего слушателя и как будто говорим ему. Серьезно? В моей голове сидит человек. Брат видно, наверное? Ну, нет. Нет? А кто? Нет? Да. Теперь... А что? А то? Что, я представляю? Да. Лучше не спрашивайте, что представляет Стас. Ну, одна моя знакомая ведущая всегда говорила, я наоборот стараюсь не думать, что меня кто-то сейчас слышит, потому что я начну запинаться, ошибаться. Я ничего не буду представлять, я вот просто буду говорить. У меня тоже, наверное, нет какого-то воображаемого друга-друга, к которому я вот к нему обращаюсь. Я просто говорю людям, вот, то есть нет такого. Тебе всегда есть что сказать людям? Ну... Ты всегда приходишь к каким-то посылам, вот сегодня я расскажу человечеству об этом. Нет, нет, даже чаще наоборот, я не знаю, о чем я буду говорить. То есть, нет, может быть, что я еду там за рулем, а вдруг увидел, не знаю, там что-то смешное, там, не знаю. А, в тунишку подскользнулся, вышел из метро, упал. Естественно, я приеду, расскажу об этом. Но, то есть есть какие-то, да, там моменты, ой, об этом надо рассказать. Или какая-то там новость знаковая, там, естественно, Сергей Лазарев едет на Евровидение, я должен буду там выйти в эфир, сказать, хей, там... Мы за Серегу. Мы за Серегу, да. Вот. А чтобы каждый день, нет, могу просто приехать. Ребят, скажите, а у вас-то есть какие-то любимые радиоведущие, которых вы, ну, понятно, что... Вообще, сами слушаете радио. У меня Стас Чибриков. У меня Даша Макарова. Ну, давайте серьезно. И Алина Макарова. Радио слушаете? Да, мы слушаем радио. Свою станцию? Свою станцию и чужие другие тоже, чтобы понимать, что там как. Я, например, свое никогда не слушаю, я чужие всегда. Что я там не слышала? Действительно, что я там не слышала, я постоянно все это знаю. Стас, если свои, переслушивал даже в Израиле. Ну, это да, это самое любование было. Нет, я скорее... Ну, я не прошу фамилии, просто я хочу спросить. Нет, у меня есть, в первую очередь, конечно, ведущие, которых я терпеть не могу, я их с особым наслаждением. Слушай, потому что... Ну, почему вот так всегда? Кого ненавидишь, прям вот готов, пересматриваешь. Ну, это прям вот, да, вот идешь, когда что-то неприятное после чьей-то собачки осталось на асфальте, ты не хочешь, а смотришь. Так и здесь. Вот я слушаю, фу, какая дрянь, ну так же нельзя. Ну, я слушаю, там, где-то смеюсь, потому что, ну, как это вообще можно? А, не нравится подача голоса или шутки? Там непрофессионализм, я не буду говорить, кто это, естественно. Ну, там просто человек настолько случайный, там, он не один, их несколько случайные. Вот, в радиоэфире, там, попавший в эфир по принципу, черт возьми, никого нет, давайте хоть кого-то. Поэтому мне это нравится. А из любимых... Я тоже знаю этого человека. Видимо, он себя узнал. Да. Я так не считаю, если что. Хороший парень. Мы пустим, да, Мегуши, с такой фамилией этого человека? А из любимых ведущих, ну, пожалуй, мне нравился дуэт Бочинский-Стилавин. Мне нравился, очень нравился. Да, прикольно. Вот. Вот и все. Вот и все. Вот и все. А смотрите, а что вот такое самое классное, интересное вот в этой профессии, почему вы так долго в ней? Пока не уволили, вот они и работают. Уже 20 лет. Я уже поздно переучиваться, просто слишком долго. Ну? Что вас заставляет каждый раз идти на эфир с радостью? Ну, может быть, мечта. Я в детстве хотела быть радиоведущей. Я слушала московские радиостанции, ну, потому что у нас не было тогда других. У расческу. У расческу я говорила и брала интервью у кота. У родителей. У кота интервью брала? Ну, да. Ну, не у кота, конечно. Нет, там сложнее была ситуация, но ладно. У хомячка. Нет, я брала у помидоров. Вот такие помидоры. Нет, я просто хотел пошутить, что если ты брала у хомячков, то его надо было быстрее брать. У кота-то можно лет пятнадцать брать. Мечта. Хорошо. Стас, ты почему ходишь на радио-то работать? Мне... Во-первых, Стасу платят. Да, да. Можете, типа, чудаши. Платят. Нет, я хочу... Ну, мне нравится. Как бы это банально не звучало, мне нравится работать в эфире. Это удовольствие несравнимое ни с чем. Это очень круто. Ты не была ведущей на телевидении еще, понимаешь? А что лучше? Вот, кстати, да. Я не могу сказать, что лучше. Это разное. Это действительно разное. Общее только то, что мы говорим что-то, да. Но все равно я здесь, когда я на телевидении, я чувствую, что... Давайте так, и там, и там, и на радио, и на телевидении. Самое интересное в эфир не попадает, к сожалению. Самое смешное, веселое. Ну, потому что нас бы закрыли бы очень быстро. Да. Вот. Не знаю, мне все нравится. А у тебя никогда не было желания перебраться в столицу? Нет. Там же есть вот этот вот миф о том, что там круче и все, и телекараде. Ну, ты знаешь, наверное, лучше быть кем-то вот... Своей деревеньки? Да, чем одним из ста тысяч. Тем более, что кто приезжает в столицу? Такие же, как мы. Неудачники. Нет. Вот и все. Вот и все. Может быть, мне было бы лет 20, я бы уехал. Ну вот, Даша. Нет, не хочу. Так она... Она... Сколько можно быть? Дважды лимита, что ли? Она в Новосибирск переехала. А, то есть ты не место. Я полу лимита, я уезжал. Это понятно. А у вас нет ревности к новым людям, которые поступают к вам на радио работают? Нет, наоборот. Хочется передать знания, какие-то умения, навыки научить, чтобы все входили в наш формат. Мало приходит людей в профессию. Мало приходит людей в профессию. И изначально любой человек думает, а что там сложного, да? Да, да, да. Подумаешь. Так и кажется. Ну, мы надеемся, что после сегодняшнего нашего эфира людей, которые захотят работать на радио, станет больше. Или наоборот. Наоборот, да. Напоминаю, что у нас в гостях были Станислав Чибриков и Даша Макарова. Спасибо вам, друзья. Вам спасибо. Приглашайте.